В Большом зале администрации все, от кого напрямую зависит инвестиционный климат в регионе. Рядом с руководителями районов и краевыми министрами, бизнесмены и банкиры. Всего неделю назад регион смог привлечь инвестиции в 140 миллиардов рублей, заключив на сочинском форуме 210 соглашений. Но времени смаковать эту победу нет. Губернатор Вениамин Кондратьев ставит новую задачу. Увеличить в этом году доходы казны как минимум на 5%. И отразиться это должно не только на бумаге. Не нужно говорить о больших цифрах, если люди вокруг себя не будут видеть результаты нашей экономики. Всем говорю. То есть не нужно нервировать людей. Если мы говорим о росте, значит они должны этот рост вокруг себя ощущать как-то. Потому что в противном случае это будет профанация или болтовня. Поэтому давайте четко ориентироваться в первую очередь, конечно, и на рост экономики, но и на рост благосостояния конкретного жителя нашего края. И в этом вопросе немаловажную роль отводят подписанным соглашением в дни форума. Они должны превратиться в действующие предприятия. А значит в крае будут созданы дополнительные рабочие места. Множество протоколов в сфере инвестиций касаются модернизации уже существующих предприятий. Так есть успешные примеры. В Успенском районе будет переоборудован сахарный завод. Продолжится расширение Абинского металлургического завода. В Туапсе будет произведена реконструкция пансионата. Все больше инвестировать в экономику региона хотят местные бизнесмены. Но иногда они не могут даже пробиться на собственный рынок. С такой проблемой столкнулись кубанские садоводы. Выращенные яблоки не удается быстро сбыть в магазина. Охранить урожай негде. Кубань произвела в прошлом году грубо 330 тысяч тонн яблок. Холодильников у нас на Кубани грубо 135 тысяч тонн. То есть грубо 200 тысяч тонн мы, садоводы, должны сбросить, давайте говорить откровенно, в первые два месяца. Еще один нюанс. Неоднократно общался с представителями сетевиков. Сложно, очень сложно идет процесс внедрения нашей продукции на рынке сетей. Надо двусторонне действовать. Мы готовы максимально помогать открывать вам двери. Но вы тоже должны в данном случае и, может быть, кооперироваться. Это как вариант. Сбрасываться, объединяться и строить холодильники. А дальше, когда вы скоперируетесь, объединитесь, нам проще будет помогать вам и с лимитами, и с деньгами совсем на свете. А когда каждый по себе разрозненный, ну сложно нам сегодня будет эту отрасль, по большому счету, вытаскивать. Поддерживать власти готовы и крупный, и малый бизнес. В качестве мотивации вложить деньги в развитие предприятий Кубани – предоставление налоговых льгот. В феврале кубанские парламентарии приняли соответствующий закон. Все, кто просит налоговые льготы, в соответствии с этим законом будет посчитана экономическая эффективность для территории. Работает предприятие в этих рамках, выполняет поставленные задачи, получает соответствующую прибыль – льготы будет получать. Позицию полностью разделяет Вениамин Кондратьев. По поручению главы региона было пересмотрено распределение субсидий на развитие бизнеса. Субсидии, как они вчера выдавались, просто возьми на безвозвездной основе и ни за что не отвечай. Так не годится и так не будет. Тот, кто не умеет зарабатывать, он не должен деньги из бюджета и изначально получать. А если умеет, тогда возьми микрозайм под дешевые проценты и верни. То же самое, что мы говорим о сельском хозяйстве. Субсидии, которые идут на затраты. Ну, коллеги, нам нужно субсидии на развитие давать. Есть субъект экономик. В каждом районе они есть. И поэтому давайте ориентироваться на этих субъектах, на этих, единственное, инициативных людей, сильных людей, волевых людей, которые умеют зарабатывать и для себя, и для всего населенного пункта, по большому счету. Вот они и сделают экономику. И районы, и станицы, и хутора, и Кубани в целом. Такие люди есть в каждом муниципалитете, уверен губернатор. И будут ли они развивать свой бизнес в родном крае, это уже задача руководителей районов. Главное, грамотно распорядиться имеющимися ресурсами. И доказательство этому итоги инвест-рейтинга. В пятерке лучших не только столица Кубани, но и сельские территории. Безусловно, темпы роста налицо. Они выражены у нас в целом в поступлениях в консолидированный бюджет Красноярского края, которые составляли за прошлый год почти 70 миллиардов рублей. Плюс ко всему, конечно же, объем привлеченных инвестиций. Пять лет, мы в пятерке лучших муниципальных образованиях. Мы хотим, конечно, в тройку попасть, соответственно, как спортсмены. Инвестиционные проекты, которые мы заключили в Сочи, они практически больше 50% используются на территории района. Мы находимся на стыке трех регионов Ростовского области, Старопольского края и Краснодарского. Это есть плюс. Плюс в том, что район сельскохозяйственный. И почему? Потому что вперед кризиса, когда некоторые крупные промышленные предприятия пробуксовывают, у нас стабильно работают наши сельскохозяйственные предприятия. Краснодарский край уже много лет привлекает больше половины инвестиций на юге страны. И именно от работы на местах зависит суметь ли регион удержать эти позиции. Мария Крошина, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.